Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. В добрый путь! Глава Чуваши и начальник Горьковской железной дороги обсудили реализацию приоритетных проектов. Нелишняя предосторожность. В республике началась массовая вакцинация птиц от гриппа. Открытое сердце. Известная певица Зара провела благотворительный концерт в Чебоксарах и встретилась с ребятами из детского реабилитационного центра. Поезда остаются одним из самых востребованных видов транспорта. Только в прошлом году услугами РЖД воспользовались более 1 миллиарда пассажиров в пригородном сообщении и 110 миллионов человек в дальнем следовании. О развитии рынка перевозок сегодня обсуждали начальник Горьковской железной дороги и глава Чуваши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Инфраструктура железной дороги развивается. Так для безопасности движения поездов необходимы современные комплексы путевой блокировки. Ключевыми производителями систем автоматики выступают предприятия республики. Глава региона отметил, что объемы заказов на продукцию повышаются. Олег Валентинович Белозеров, президентом российских железной дороги, мы обсуждаем разные вопросы касаясь безопасности, автоблокировок или других вопросов. Наши организации промышленного комплекса сотрудничают, участвуют на конкурсах, выиграют эти конкурсы, конкурируют мировыми компаниями. Это тоже очень важно. Ну и ваша вся управленческая команда настроена на наш общий результат, чтобы повысить качество жизни. Пассажиры своевременно доезжали, возвращались без каких-либо проблем, сбоев. Всего же в этом году на реализацию инвестиционных проектов республики РЖД направит порядка 2,5 миллиардов рублей. Продолжают развиваться и вагонные грузоперевозки. В перспективе железные дороги должны разгрузить автотрассы от большого потока фур, а главное пробок. Мы, как обычно, весенний осмотр Казанского региона, которого будет и Чувашия, и традиционно хочу вас благодарить за то, что нашли время встретиться, обсудить вопросы. Нам необходимо, наверное, на перспективу посмотреть по совместной реализации программ по нацпроектам, в том числе и завоз. И это нам интересно, и вам дороги надо свои автомобильные беречь. Поэтому мои специалисты с вашими специалистами договорились встретиться и какую-то среднесрочную программу отработать. Михаил Игнатьев отметил, что в решении рабочих вопросов между регионом и управлением Горьковской железной дороги налажено конструктивное взаимодействие. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Субъекты Приволжского федерального округа и провинции Китая продолжают развивать двухстороннее сотрудничество. 23 мая в Чебоксарах пройдет заседание Третьего совета Волга-Янзы. На этой неделе гости из Поднебесной побывали в Пермском крае. Естественно, сотрудничают с китайской страной и в республике Татарстан. Делегация провинции Циэнси встретилась с представителями законодательного собрания Пермского края и посетила одно из ведущих деревообрабатывающих предприятий Перми. Наладить бизнес-контакты – одна из задач рабочего визита в Пермь. Стороны рассчитывают увеличить товарооборот. В Татарстане стороны активно работают в нефтехимической и машиностроительной областях. Перспективы двухстороннего сотрудничества власти регионов Приволжского округа и губернатора провинции Гитайской народной республики обсудят в столице Чувашии. Планируется подписание ряда документов. За время работы формата «Волга-Инзы» было заключено 38 соглашений о сотрудничестве. Также был подписан договор об ассоциации вузов двух стран. В Чувашском государственном университете три года назад был открыт китайский культурный центр. Очередное заседание Ассоциации высших учебных заведений также пройдет в Чебоксарах. Отметим, что в гуманитарной сфере между регионами ПФО и провинциями Китая реализуется более ста проектов. Каждый год в рамках формата «Волга-Инзы» проходят молодежные форумы, в которых принимали участие и студенты из Чувашии. Группы компании «Хивель» участвуют в крупнейшей международной выставке технологий в области солнечной энергетики в Мюнхене. Здесь представлены новейшие образцы высокоэффективных солнечных модулей и элементов. На стенде экспонируются флагманские продукты, производство которых только стартует в 2019 году. Двухсторонние модули, увеличенные мощностью, солнечные элементы, новые модификации и другие изделия. Особое внимание потенциальных заказчиков привлекают гибкие солнечные модули, у которых большое будущее. Их можно использовать на транспортных средствах, от летательных аппаратов до автомобильных прицепов. Напомним, что это крупнейшая специализированная выставка в сфере солнечной энергетики в мире. Инновационные решения и продукты представляют более 1500 экспонентов из 60 стран. Хивель – постоянный участник специализированного форума. Сегодня исполнилось 25 лет Медицинскому информационно-аналитическому центру. К знаменательной дате приурочили научно-практическую конференцию. Информатизация здравоохранения на пути к цели 80+. Уже само название форума говорит о том, что медицина Чувашии ставит перед собой глобальные цели. Большая продолжительность жизни, ее качества выходят на первый план. Информационные технологии – это прежде всего прорыв в лечении и диагностике. Все 25 лет специалисты центра создавали и совершенствовали систему медицинской статистики. Участвовали во внедрении современных методов лечения. В регионе создана единая корпоративная медицинская сеть с обеспечением стандартов безопасности информационного обмена. Автоматизировано более 10 тысяч рабочих мест. Отрасль полностью охвачена высокоскоростным интернетом. На слуху у всех – электронная регистратура, медицинская карта, персонифицированный учет лекарственных препаратов, льготное лекарственное обеспечение и другие полезные сервисы. Чувашия находится на втором месте среди всех регионов страны по исполнению основных показателей дорожной карты. Это результат совместной кропотливой работы всей команды «МИАЦ». Свалки мусора и такого же объема проблемы. Отходы не вывозят с контейнерных площадок поселка Кугеси. Об этом жители твердят в соцсетях и прилагают доказательства. Что изменилось за три дня? Наша съемочная группа сравнивала факты до и после при норме летнего ежедневного вывоза отходов. Найди отличия, занимательные задачки. Вот улица Советская. 13 мая контейнеры полны. 16 мая пусты. Однако куча веток за контейнерами так и дожидается своего часа. Идем дальше. Переулок Нагорный. Мешки возле мусорной площадки убраны. Отклоняемся от маршрута и на улице Энгельса застаем картину маслом. Горы мусора, любовно отмеченные сердечком. Вывозят, дай бог, раз в неделю, и то бывает реже. Вон контейнеры все дырявые. Половина остается, даже когда вывозят. А в жару так вообще тут воняет и невозможно, в общем, дышать. Та же история и на Озерной. И хотя на всех площадках висят предупреждения, что сюда можно сбрасывать только бытовые отходы, рабочие с соседней стройки без зазрения совести несут мешки. Улица Южная тоже не может похвастаться пустыми баками. За три дня здесь ничего не изменилось при летней норме вывоза мусора каждый день. Такое положение дел в Кугесях администрации Чебоксарского района связало с различием на площадках мусорных контейнеров. Вчера был организован комиссионный объезд контейнерных площадок по челку Кугеси. В данном случае установлено, что контейнерные площадки, которые расположены на придомовых территориях, вывозятся регулярно. Перенакопление мусора бывает редко, но своевременно устраняется. Но выявлены следующие случаи. Металлические контейнеры, которые боковой загрузкой мусоровоза ввозят, вывозятся нерегулярно. О чем вчера был этот факт зафиксирован. И администрация поселка Кугеси направлена претензионное письмо в экоцентр и перевозчикам для скорейшего устранения недостатков. Пообщаться с замдиректора экоцентра Евгением Прохоровым, представитель администрации Чебоксарского района, смог лично. Во время круглого стола по обращению с отходами как раз обсуждались насущные проблемы. Это предложение, потому что большая претензия к перевозчикам. Значит, ужесточить контроль за вывозом такого от перевозчиков с частным сектором в основном. Несвоевременный вывоз – не единственная проблема. Часть площадок обустроены не по правилам. Баки стоят на земле, а должны на асфальтированной площадке. Только приступаем, как говорится, к устанавливанию контейнерной площадки. Уже представление пришло о том, что контейнеры стоят без площадок. Мне предложили посмотреть это представление. Потому что там уже сразу наказать. У вас был какой-то случай? Да, да. Уже наказать. Хотя мы только отрабатываем и запускаем этот процесс. Норма федерального закона, которая предусматривала обязанности и полномочия органов местного самоуправления, была внесена федеральным законом еще в июле месяце 2018 года. Предусматривающая обязанности органов местного самоуправления, их полномочия, все те, которые действуют сейчас. С большой-большой оттяжкой, что эти нормы вступают в силу с 1 января 2019 года. То есть было полгода на ту работу организационную, документационную. В этом замкнутом кругу еще множество вопросов и проблем, которым постепенно находят решение. Только бы оперативнее на претензионное письмо от администрации Чебоксарского района отреагировали экоцентр и перевозчик. И все же наладили вывоз мусора. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Птичьего гриппа в Чувашии нет. Однако расслабляться нельзя, отмечают специалисты. Через территорию республики пролегает маршрут миграции дикой птицы. Имеются места гнездования водоплавающих пернатых, а значит, сохраняется угроза заноса возбудителя болезни. Больные особи могут заражать домашних птиц и животных, и даже человека. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют проводить иммунизацию своевременно. Сегодня мои коллеги побывали в Цивильском районе и увидели, как проходит вакцинация. У Надежды Блиновой настоящий птичник. Женщины разводят и гусей, и уток, и кур. О том, что домашнюю птицу необходимо прививать, узнала от местных ветеринаров. Согласилась сразу же. На сегодняшний день 17 кур и один петух. Еще бройлеры цыплята. Я рада, что привиты мои куры. Теперь не будут болеть криппом птиц. Можно теперь будет спокойно яиц кушать. После прививки можно, сказали, яйца кушать. Мясо можно есть. Как правило, периодичность повторного ввода прививок составляет срок около одного года. Иммунизация проводится на бесплатной основе. Иммунизации подлежит птица старше трехнедельного возраста. Вакцина вызывает иммунитет от острозаразного гриппа птиц. У всех видов. Иммунитет образуется на 21 день после иммунизации. Всего в 2019 году планируется охватить профилактической иммунизацией более 660 тысяч голов птиц. В этом году вакцинацию против гриппа проводят за счет федеральных средств. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии перед судом предстанут обвиняемые в совершении преступлений, связанных с пассажирскими перевозками в составе организованной группы. Следственным управлением МВД России по Чувашской республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с пассажирскими перевозками. По версии органов предварительного следствия, жители Чебоксар препятствовали деятельности индивидуальных предпринимателей, которые специализируются на перевозках пассажиров по городским маршрутам. Они принуждали их к отказу от сделок, заключенных с администрацией города. Не получив согласия, злоумышленники угрожали перевозчикам и умышленно повреждали их имущество. На сегодняшний день установлены обстоятельства пяти эпизодов их противоправной деятельности. Потерпевшими признаны пять человек. Четверым активным участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 и 179 Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще двое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом в отношении организатора и двоих участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Около 17 тысяч емкостей спирта, содержащей жидкости на сумму полмиллиона рублей, изъяли полицейские в Чебоксарах. На этом убытке владельцы продукции не закончились. Ему грозит штраф до трех миллионов рублей. Продолжит моя коллега из пресс-службы МВД Ольга Павлова. Коробок с таким содержимым в гараже 40-летнего чебоксарца оказалось порядка трехсот. Более двух с половиной тысячи литров этилового спирта. Между тем разрешения на поставку, хранение, либо перевозку подобной продукции мужчина не имел. Как здесь оказалось, вот эти коробки? Я привозку поставил сюда. Когда? Летом. Откуда они у вас? Могу не отвечать. На вопрос о происхождении спиртосодержащей жидкости хозяин гаража по машиностроительному проезду не ответил и в ходе расследования уголовного дела. В поле зрения оперативников нелегальный бизнесмен попал в начале нынешнего года. В январе 2019 года сотрудниками экономической безопасности противодействия коррупции была получена информация о том, что на территории города Чебоксары реализуется без соответствующей лицензии гражданином спиртосодержащая жидкость. По оперативной информации, подозреваемый сбывал товар коробками и канистрами в Чебоксарах и пригороде. Уголовное дело за незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере было возбуждено после получения результатов экспертизы изъятого. Санкция статьи 171.3 кодекса предусматривает штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей. Если вам известно о фактах незаконного хранения или реализации спирта либо алкоголя, просим звонить по телефону 24 20 66 за особо значимую информацию предусмотрено вознаграждение. В Чебоксарах начался капитальный ремонт Сугутского моста. Сегодня дорожники приступили к перекрытию одной его половины. Мост 1981 года постройки отремонтируют в два этапа. В этом первую половину, в следующем вторую. Строители заменят опоры, пролетные строения и перекрытия, уложат новые основания дорожного полотна и асфальтовое покрытие. Сугутский мост находился в аварийном состоянии. Соответственно, это был, наверное, приоритетный объект, который нужно было включить в ремонт этого года по БКД. Подрядная организация «Стройсервис». Цена контракта 181 миллион. Движение автомобиля организуют по другой половине в оба направления. Открыть часть моста планируют уже в сентябре этого года. Чебоксары – город трех святителей. Это тема первых международных святок гурьевских образовательных чтений, которые прошли в столице республики. Архиепископ Казанский Свияжский Гурий – значимая фигура в истории Чебоксар. В 1555 году он по поручению царя Ивана Грозного осветил место постройки будущего Чебоксарского Кремля. Он первую церковь построил у нас, то есть беремянная, которая сгорела. Благословил Чебоксары и начали Чебоксары строить храмы. Свято-Гурьевские чтения объединили священнослужителей, научных сотрудников, писателей, школьников и студентов. Конференция шла четыре дня. Участники провели круглые столы, заседания, работали по секциям. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение приходило в веру, чтобы они все были духовно богаты и знали, какие есть здесь святые, которые в этом городе были, этот город основали. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Павел Рядков, Республика. Поисковый отряд Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева вернулся со Всероссийской вахты памяти. Что нашли наши ребята, узнавала Юлия Важенина. Они ищут и находят. Днем и ночью, в зной и дождь участники поискового отряда работают в любых условиях. Вот уже 13 лет на базе исторического факультета ЧГПУ имени Яковлева существует поисковый отряд память. Совсем недавно бойцы отряда вернулись со Всероссийской вахты памяти 2019. В этом году они работали в Ржевском районе Тверской области. В основном отряд наш выезжает на поисковые экспедиции именно в весеннее время. Традиционные вот эти числа 24-25 апреля и по 8-9 мая. Этот год не стал исключением. Смоленская, Калужская, Ленинградская области. Бойцы отряда побывали в 13 экспедициях. В этом году за две недели участники раскопок нашли останки 14 бойцов, множество боеприпасов и личных вещей. Но самое главное находкам смертный медальон. Так, благодаря нашим поисковикам, сапер Иван Кочетков вернулся с боя спустя 77 лет. Бойца, значит, обнаружил у нас Евгений Машнин, на металлоискатель наткнулся на гранату. Граната начала пищать, и наш отряд начал обкапывать, ну, искать. И потом пошли кости бойца. Вот так вот наткнулись на бойца с медальоном около ручья Добрый. В апреле 1942 года Иван Кочетков был убит под Оржевом. 13 мая уже этого года участники отряда «Память» привезли останки бойца и личные вещи в его родное село. На похороны из Екатеринбурга приехала дочь героя. Когда он погиб, ей было всего 11 дней. Мы ждали его, ждали, мы ждали его 10 лет после войны. Ждали все. Мама все бегала 20 километров на поезд. А мы дома ждем. Придет мама, плачет папу опять нет. В составе отряда «Память» как опытные поисковики, так и новички. Желающих вступить в ряды поисковиков немало. В этом году вот мне посчастливилось поехать. Это была моя мечта, можно сказать. Потому что это как бы история с практической точки зрения. И для меня была удача. Я нашла медальон, то есть именной медальон, где было написано все данные бойца. И, наверное, это мечта каждого поисковика найти медальон. Эмоции, конечно, в душе прямо все переполняло. Чувствовалось то, что ты живешь не зря. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. В Чубахсарах по приглашению благотворительного фонда «Время помогать» побывала заслуженная артистка России. Известная певица Зара. Помимо концерта, который прошел в ДК «Тракторостроителей», артистка встретилась с ребятами из детского реабилитационного центра. Как тебя зовут? Очень приятно, Зара. А мы в концерте смотрим? Да нет, по-моему, приятно. Встреча с Зарой Оксана Дренина начала готовиться, как только узнала, что певица приедет к ним в гости. Изучила почти весь ее репертуар. Да, мир в вашем доме, я у нее слышала. Ну, все красивые все песни. Понравилась она очень красивая. Популярная. Воспитанники смотрели на певицу с восхищением. Еще бы! Их кумир не где-то далеко на сцене, а совсем рядом. С ней можно поговорить. Зара нашла слова поддержки для каждого. Больше всего певица оценила возможности студии социально-бытовой адаптации. Здесь осваивают навыки стирки, приготовления пищи, глажения. Я была очень рада побывать сегодня в этом реабилитационном центре. Я могу сказать, что таких центров очень мало даже в столице, в Санкт-Петербурге, откуда я родом. Приятно было познакомиться и с детьми, и с родителями. Вы знаете, вот правду говорят, что это дети не с ограниченными возможностями, а с безограничным талантом. Многие из них сегодня мне это продемонстрировали. 15 мая благотворительному фонду «Время помогать» исполнилось два года. За это время при его поддержке в разных регионах страны состоялось более ста встреч, концертов. И друзей со загонной любовь в свое сердце настою. А иначе зачем на земле этой вечно живу? Мы сегодня наглядно с вами убедились, как это происходит. Мы видели лица детей. Мы совершенно четко понимаем, для чего это делается, те участники, которые сегодня здесь находились. И будем и дальше продолжать вот такое вот душеполезное. Готовить такие программы душеполезные, которые помогают реабилитировать детей, и не только детей, взрослых, вот таким вот дворчеством и полезным. Очень важное мероприятие, очень важный проект, когда знаменитости, звезды занимаются благотворительностью, вкладывают в свою душу, сердце, тепло для того, чтобы помочь детям, нашим особенным детям. Очень значимо для детей, которые нуждаются в особенном внимании. И считаю, что это позволит хоть немножко добавить им радости в жизни. Свою концертную программу Зара назвала «Душа», и это весьма символично. Милосердием занимаются люди с открытым сердцем и чистыми помыслами. Певица исполнила романсы, народные песни и эстрадные хиты. Зрители были в восторге от выступления. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин